Мы очень рады видеть вас в Московском Доме Книги. Эта встреча долгожданная. У нас к вам сначала вот просьба, такое водное слово от автора. Вот какого? Вот так. От автора книги «Жизнь в гостях». Автор очень высоко вообще-то, основной. А, спасибо. Спасибо вам. Вениамин Борисович, книга ваша называется «Жизнь в гостях». И возникает закономерный вопрос. А почему в гостях? А вы не знаете? Поднимите руку, кто не знает, почему жизнь у нас в гостях. Два человека не знают. Может быть, они родились от Аиста. Но я думаю, что всё-таки я правильно угадал, когда книга была... Когда книга ехала к своему какому-то важному пределу, чтобы уже уйти в типографию. И это было начало века, когда мы с моей женой, с Галиной Аксёновой, меняли очень сильно жанры в жизни. Было больше всего Москвы, но при этом дороги нас водили. И контракты, приглашения. Очень много концертов для наших соотечественников за рубежом. Ничего для вас нового я не открываю. Но я люблю письменный стол и сидеть за ним и писать. С самого детства люблю. Поэтому я честно называю себя всё-таки до актёра. Я литератор. Ну, это я потом. А вот в самом начале, когда я взял написанное, уже там было страниц 100 из писанных про 2001 год, я включил этот первый год нового и страшного века, включил фантазию свою и получилось, что жизнь в гостях оно само произнеслось. Потому что действительно мы переходили от друзей к друзьям, от гостиниц домой к себе в дом, оттуда к родным и так далее. Это я говорю чепуху. Это не важно. Потому что у каждого из нас здесь присутствующих есть такого рода жизненные остановки, полустанки. Но когда это соединилось в одно и тот век, и этот, то жизнь в гостях приобрела для меня более радостный даже и обширный смысл. Потому что мы все гости на этой земле. кто не согласен, поднимайте руку. Ну, по-моему, я ответил на вопрос. И, ну и кроме того, уже дальше, дальше случилось то, что случилось. И год этот выбыл как будто из строя. Когда мы говорим, а где же у меня были гастроли? А это был в прошлом году. Какой прошлый? Был поздор прошлый. Прошлый год проскочил. Вот двадцатый. Не знаю, как у вас, но у многих моих товарищей. Вот мы так и считаем. Потому что пандемия и опасения сразу на весь мир. тем не менее, тем не менее, надежда на то, что эта книга пойдет в руки читателей, была не больше, чем это было уже довольно много раз, когда выходили у меня книжки. Книжки небольшие, как правило. Вот. А здесь наш семейный сговор привел к тому, что вот сколько было десятилетий, столько и глав. Вот. И многие друзья мои, которые эту книжку прочитали, они говорят, вот так волнами читается. Мне стало интересно, у меня свободный день, я перевернул страницы и шестидесятые годы прочитал. А другой говорит, а я-то сороковый, а я подряд. Кто-то подряд. У кого-то к этой книжке отношения из тех, кто давал знать, отношения личные. Ну, очень известный человек и замечательно, один из самых талантливых людей страны нашей, Дмитрий Львович Быков. Он позвонил и сказал, я второй раз, я перечитал. Я говорю, зачем же такая нагрузка? Он говорит, это для меня не нагрузка, но мне было важно вычитать оттуда то, что мне больнее всего. У него в жизни очень больная тема, театр на Таганке, Гамлет Высоцкого и образ Юрия Любимова. Получилось так, что книга шла своим чередом, как путешествие, книга путешествий, да, и семья, мама, папа, сестренка и дальше сороковые, потом школа, потом институт, потом театр на Таганке и этого сразу много, потому что это и 60-е, и 70-е, и 80-е, и отдельные спектакли, как полустанки на этом путешествии и большая остановка, связанная с большими моими паузами в этом путешествии. Это какие-то работы на, скажем, в театре у Петра Фоменко. Она очень тяжелая, эта глава для меня, но меня убедила моя Глаша, что если ты хочешь быть честным с читателем, если обращение к читателю это обращение к приятелю, к другу, тогда надо все. Так что я себя, как сказал Классик, перекопал для того, чтобы получилась вот эта по-честному восьмиглавая книга. И я могу похвастаться в одном из лучших в мире домов книги. Это большая радость, что я здесь, в этом доме. И вы читатели, а я там вижу очень много людей, которые нарушают сегодняшние испуги, вот испуг, что больше бумажных книг читать не будут, что вся молодежь уже отрезана от бумажной книги и ушла в интернет. это такие буквальные вещи, которые в каждый период жизни случаются. Поэтому на вопрос, на вопрос, как жалко, что ушло то время, надо сказать, что ничего не меняется. И в том времени, это было только что у меня на репетиции в Абхате, когда я кому-то сказал, нет, это вы зря, что вот мы такие, вот ваше поколение актеров, вот это да, а то, ну вот так говорят. Я вам приведу пример, когда в театре Интаганки это описано в книге, лучше, чем я сейчас скажу, но смысл такой. Серафима Бирман, великая актриса, ученица Станиславского и потом в кино и в театре и в второй МХАТ Михаила Чехова и так далее. Я был на ее репетиции и она говорила о том, какие мы плохие, какие мы вот молодежь нового времени, это был 64-й год, она рассказывала, какие они хорошие. Я говорю, мы и без этого знаем, что вы наши любимые и самые сильные лучшие актеры театров и Станиславского, и Вагдангова, и Таирова, и Мирхольда, это все для нас классика. Она говорит, да, вот, мы тогда ценили стариков. Вот для нас старший, он обязательно еще и удача, то, что я его вижу, и он что-то мне говорит о том, как надо играть, или как игралось, или какие были забавные истории, она рассказывала, чтобы выстраивался большой как это, ну, корпус актеров перед его величеством Николаем Первым, и, значит, Николай Павлович проходил этот строй, и когда он второй раз оказался рядом с актером комического жанра и ждал от него, это говорит, ваше визитство, я уже вам говорил, это показалось очень смешным, а отчего смешного, если это правда, он говорит, ну, все покраснели, а он нет, ну, как, царь ждет от тебя, ну, скажи второй раз, как тебя зовут, а я вам уже говорил, вот, непосредственность актеров всегда предмет очень интересного разговора, и в книжке очень много есть такого рода, я очень рад, что я могу назвать героев, такая огромная книга, у нее как будто бы нет главных героев, потому что каждое десятилетие это свои, это свои истории, и все-таки есть, и все-таки есть те герои, которые являются великой, удачи моей жизни. Я не заслужил таких собеседников, как Лилия Юрьевна Брик, или Николай Робертович Эрдман, гениальный русский писатель, драматург и поэт, и Владимир Высоцкий, Юрий Любимов, Петр Фоменко. Они были, и они есть. У меня свойства, которые наверняка есть у кого-то из вас, похожие на старый совет. Его я услышал от Петра Фоменко. «Идти надо спиной вперед. Идти по жизни надо спиной вперед». Я это перевожу и объясняю, что нельзя расставаться с тем, что ты пережил. Надо помнить и надо входить в это и опираться на то, чем ты жил и как тебе везло. вспоминается это, в общем-то, хорошее. Плохое проходит какой-то интеллектуальный фотошоп и как-то так становится не очень плохим или плоховатым. А может, вообще его не было. вспоминается доброе, хорошее. Это и есть вот то, что я могу сказать вам, дорогие друзья, про эту книжку. А еще что? Только не говорите, чтобы хлопали, ладно? хорошее. Они сами знают это, меня не было сейчас. К сожалению, должен делать замечание. Опять у кого-то там маски каким-то образом исчезли с лиц. Пожалуйста, наденьте маски. Это действительно важное условие нашей сегодняшней презентации. И маски должны нос и рот закрывать, а не подбородок. Вот сейчас у тебя на всех смотрю. Ну, зря вы. Я принимаю. Вы не КГБ. Я бы должен сказать так. В эти времена у меня было очень много встреч. В основном это в театре. И я заметил и сам тоже делаю то же самое. Когда вхожу в театр, когда идет спектакль и темно в зале, я оборачиваюсь ни у кого масок. Это что, уловка или это жизнь? Поэтому я бы на вашем месте не глядел ни на кого. Хорошо. Будем надеяться на сознательность ваших читателей. Виняймин Борисович, вы сказали, что в вашей книге 8 глав это 8 десятилетий. А есть ли любимые главы? Какие десятилетия ваши любимые? 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е. Хорошо. Вот ваша книга написалась, так понимаю, вот в период пандемии. Скажите, как пандемия повлияла вообще на ваш авторский путь? книга тестов не проходила. И, слава богу, маски в известном смысле на этой книге нет. Она откровенная, сокровенная, ну, как, исповедь. Да, пандемия, да, ну, как, совпала с пандемией круглая дата в моей жизни, 80-е. И меня, значит, нас, с Глашей, с Галей охватили всякие предложения, как полагается, телевизионных, федеральных и антифедеральных каналов. Ну, и отказаться незачем. Хотите, ну, давайте, сделайте что-то. И каждый считал нужным сказать, что вот у нас есть операторы, они к вам приедут. Мы сказали фигушки. Мы дома провели почти полгода, ну, не знаю, пять месяцев фигуру. И то, что сделан был, я знаю, понравившийся фильм, который выжил на Первом канале, как-то ни странно, его снимала Галя Аксенова. Они привезли камеру, мы ее обработали антисептиком, фигуру. И потом Галина Геннадьевна встала к станку, потому что она киновед и вполне замечательный. Вот, так что было такое, было другое, но, во всяком случае, мы были сами по себе и хорошо себя чувствовали. Там у нас маленький московский дворик, очаровательный, из трех окон, а из кабинета видно садовое кольцо, и там шум, а дома нет шума. Это загадка московских дворов, как Поленовский, такой классический Василий Поленов московский дворик, и их много таких двориков. Они не такие, ну, ленинградские дворы знаменитые, и они достоевские очень часто. А это не страшный дворик, симпатичный. Правда, в этом дворике иногда раздается абсолютно незаконный громкий голос журналиста Лобкова, который живет недалеко, но его лишили уже, по-моему, дождя, и он без зонта очень громко разговаривает, садится в садике и громко. Сам с собой? Нет, у него есть с кем разговаривать, айфон у него есть, он потом идет заряжать, все вздыхают спокойно, так хорошо становится. Потом возвращается и опять. Ну вот, бывают такие сюжеты в нашей московской жизни, когда не очень хорошо себя ведет человек, несмотря на то, что он известный и талантливый, там, все. Бывает. Я ему, я нашел его телефон, позвонил, сказал, пожалуйста, вот, поберегите здоровья трудящихся нашего, наших раз, два, три, четыре домов. Вот. Он мне не обещал. Но мы не одном. Если есть у вас какие-то вопросы, я буду очень рад на них ответить. Да, я обязательно подойду с микрофоном, а пока я иду за микрофоном, у меня еще один вопрос. Когда вы писали книгу, вы отдельно из своей главы еще до того, как издали, кому показывали первому? Я предполагаю, что Галине, да? Вы очень умный. Скажите, пожалуйста, Галина, вам тоже микрофон дам. Ваша реакция? Было ли что-то, что вы попросили убрать, поправить, изменить? Или вам все нравилось? Вот прям вот ада, я вот иду к вам с микрофоном? Потому что мы, конечно же, все понимаем, что ваше участие здесь есть. Я со студенческих лет работаю в архиве, и я очень ценю документы. Бен Борисович ведет дневники, начиная с 20 с чем-то лет. И есть записи. В то время, когда, ну, в 90-е, когда жизнь была чуть сложная, мы все дневники сдали в архив. Они находятся в Аргали. Но право ими пользоваться есть только у нас, ни у кого другого. И я просто попросила, чтобы Бен Борисович поднял все дневники и делал книгу на дневниках. И мне кажется, что в этой книге очень много из дневников. То есть даже если это или цитаты, или если это идет просто текст, написанный с помощью дневника, как бы проверено все. Мне кажется, это очень важно, потому что в любом случае фраза «идти спиной вперед» она важна. Мы вообще все живем между прошлым и будущим, теряем настоящее. И вот когда ты понимаешь, с чем ты живешь, что прошло в жизни, мне кажется, это помогает оценить настоящее. Будущее мы не знаем. И например, я когда преподаю студентам, я много лет преподавала в Америке американским студентам, то я всегда использую фразу такую, что если во многих странах непредсказуемое будущее, то у нас непредсказуемое прошлое. Мы его перечитываем, передумываем, у нас переписываются учебники истории, и мне кажется, поэтому дневники очень важная вещь. И то, что Вин Борисович написал книгу на дневниках, и то, что там появилось что-то, чего не было, например, в книжке о Высоцком, есть просто несколько цитат из последних дней и жизни, и похорон, то, что не было опубликовано. То, что есть впервые, никогда не было истории спектакля «Пристегните ремни», которая была очень сложной для театра. Это касается тех, кто интересуется жизнью театра, и мне кажется, в этом смысле кто-то может хотеть узнать историю Таганки, а кому-то важен вообще, как живет театр, потому что, при том, что театры разные, но нечто есть общее в жизни театра как коллектива, потому что люди играют на своих душах, сталкиваются душами, и конфликты, которые возникают, сложные отношения, которые возникают, они вызваны именно тем, что люди работают душой, это их инструмент. И мне кажется, что это интересно. Для меня это было очень важно, поскольку я и киновед, и театровед, мне было важно это вычитать. И я редактировала книгу не как жена, а я редактировала как читатель, который хочет, чтобы ему было интересно. Мне было интересно. В принципе, я очень хочу, чтобы все, у кого есть эта книга, прочли, и чтобы она понравилась. Но по какому-то большому счету это, наверное, даже не важно. Важно, что книга честная, важно, что Вин Борисовичу ее надо было написать, и мне ее было очень важно прочитать. Для меня там были новости. Я ничего не убирала. Я считаю, что если автор хочет написать, то ни в коем случае нельзя убирать. Единственное, что я просила, кое-что добавить. Вот такой длинный монолог. Спасибо большое. Давайте поплодируем для меня. Пока я выпустил микрофон, пожалуйста, поднимайте руки внизу вашу. Да, вы были первым. Вениамин Венисович, скажите, пожалуйста, вот очень много персон в вашей книге. Есть ли та, о которой вы нечаянно не сказали, и после того, как книга вышла, вы подумали, ах, нужно же было еще и про него? Или вы всех учли? Да, это хороший вопрос. Вот быстро ушел первый тираж. Это поразительно, но здесь ни я, ни мою, ни какая-то популярность моего, так сказать, писательского труда, а это время. Нам казалось, что люди сидят дома, что в книжные магазины они тем более не будут ходить, а получилось так, что вот три главных магазина Москвы и самый любимый книжный дом в Питере Вита Нова, они заказывали и заказывали, приходила машина, брала у директора нашей нашей такции и увозили, и не стало целого тиража. Три с половиной тысячи экземпляров для сегодняшнего дня. Это можно хвастаться просто. И появился второй тираж. А сейчас я заглянул, это третий. Но второй, третий это с меньшим размахом, но тоже много. Меня это удивляет, конечно, и радует, потому что плохого об этой книжке я не слышал. Что-то плохое о книжке. Человек, который не хочет читать. Вот это уже плохо. Но жизнь идет, и мы много раздарили из этих тиражей, конечно. Ну, потому что у меня с самого рождения вот этот импульс дружбы. У меня очень много друзей. Часто говорят, зачем ты называешь всех друзьями? Я говорю, ну, а Пушкин так называл всех друзьями. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен, срастался он под сенью дружных мус. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда бы ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам долг вели нарбать. Спасибо большое. Я перехожу к вопросам. Первый вопрос, вот мы здесь. позвольте мы снимем, да? Да, а можете не выходить, можете прямо с места, так будет проще. Ленин Борисович, если вы позволите, у меня обращение, а потом вопрос. Разрешите? Обращение в таком плане, потому что в 83-м году когда-то удивили таким замечательным спектаклем. В этом ключе такое обращение. Сразу скажу, вон там 4 минутки сначала песня. Очень большое предисловие. 5 секунд, тогда начинаем. Здравствуйте сегодня, здравствуйте всегда. Здравствуйте, кто угодно, подходи сюда. Город Москва моя, чудесный рай, московские девушки, ух, не скучай, если я родился здесь, город Москва моя, город чудес. Город Москва моя, чудесный рай, московские девушки, ух, не скучай, город Москва моя, словно в раю, честное, честное слово даю. Ты думаешь, я прочитал ту книгу и потому седой, а Мустафа 80-летний, он потому седой? Нет, 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 ошибаешься, вот, вот, убеждаешься. Этот вот московский непростой народ очень много силы пробкам отдает, целый день он в пробках заседает, вот, вот за что мы очень, вот такой народ. Город Москва моя, город чудес, если я, если родился здесь, в пробках и с песнями проходит жизнь, город Москва моя, город Москва моя, город Москва родился смехов здесь. Ну и тут. Неудачный финал. Сейчас. Еще не финал, еще не финал. Тут вы сидите и рассказываете, я помню, по спектаклю по-вашему. Давно когда-то был я на базаре, там в августе благую весть сказали, Мещанская третья, пролетарский роддом, в году так сороковом. Мария с Борисом пополнение приняли. Не вру рассказали. 235-я школа, пионеров дворец, драмкружок там ходил молодец. Рассказали. В щуке эту шучил, удивлять научил. Рассказали. Когда Юра взлетел, шар земной облетел, то драмтеатр на Волгу Вениамин пролетел. Рассказали. Как вернулся в Москву, на Таганку пришел, ралей много прошел. В современник сходил, трех героев открыл. Рассказали. В фильмах тоже играл, плакать и смеяться заставлял. Рассказали. Дюма думал, писал. Хелькевич кино показал, там гвардейца Фотос своей шпагой гонял. Рассказали. Мустафа вот пришел, сказку вслух нам прочел. на мелодию диск записали. Ильин фильм посетил, про сим-сим просветил. Сняли там телефильм, рассказали. Много жил и любил, большой опыт скопил. Вот решил поделиться, сказали. Этот день вот настал. И народ он собрал, в доме 8 Арбата, дом книги. В переплюте большом он страницы писал «Все богатство той жизни прекрасной». Спасибо. У меня, поскольку я человек театра, то я знаю, что нельзя ничего растягивать. Сцена должна быть. Тем более, что спасибо вам, что вы таким образом смонтировали свои впечатления о моей пластинке «Алибаба» и «Сорок Арбойникова» с темами этой книжки. Но я думаю, что это не удержит хороших людей этого зала приобрести книгу и мой автограф, потому что вы не все рассказали. Я рассказал больше. Но спасибо. Вопрос есть у вас? Вопрос короткий. Почему к теме «Алибаба» пришли в том 83-м году? Чего? Почему к той теме пришли к тому спектаклю, который в 83-м году поставил «Алибаба»? Вообще-то это есть в книге, что ну и в жизни моей есть это, что я много писал капустников для родного театра на Таганке. И привык, и рядом со мной были такие же, как я, только гораздо лучше. Филатов и Высоцкий. И мы соединяли юмор, любовь и театральные наши желания. И на всяких вечерах на Новом году или на юбилей театра, день рождения Таганки, 23 апреля, всегда были какие-то шутки. и ну и вот такого же рода была 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 у меня появился энтузиазм как отклик на предложение нашей замечательной фирмы «Мелодия» сделать пластинку по братьям Гримм. Я сделал пластинку, называлась «Жили-были ёжики». Поднимите руки, кто слышал эту пластинку? Нет. Да. Это «Жили-были ёжики». Это было спасибо. Это счастливая была пластинка, тем более, что музыку написал великий композитор Юрий Буцку, которого Таганки подарил Шостакович. Была его музыка и в Габлите, и Зори здесь тихий, Пугачёв. Юрий Марч Буцку, покойный гений, он написал шалую, забавную музыку для этой пластинки. А следующий порядок был, когда уже мои дорогие редакторы фирмы «Мелодия» сказали, а можете сделать пластинку по сказкам Шахеризады. Всё, и мне попалась детская книжка. Не этот том «Тыща и одной ночи», а том, когда был пересказ этой истории. А я люблю пересказы. Я пересказал пересказ, но пересказал так, как я любил персидскую поэзию, классику великую. Был фильм «Волшебник из Шираза», где я играл Шамсадина Мухаммеда Хафиза. И это такое счастье в жизни, что я любил того же Хафиза, которого обожал Пушкин, Есенин, Гёте, Афанасий, Афанасий, Фетт. И вот я изображал этого. Ну и я, наверное, пропитался вот этими газелями, вот этой формой. Это мне очень нравилось. Я пересказал. Я смело пошёл на то, чтобы быстро разлюбить Шахеризаду, то, что она в прозе говорила. А я всё в газелях, в восточных ритмах. Вот так родилось. А потом я хотел, чтобы эту сказку услышали мои друзья. Первым был Юрий Висбор, вторым был, вернее, вторым было купе, поезд до Москва. Таллинн, мы ехали на концерт, и я не дал спать Филатову, Фараде, Юрию Медведеву, Нине Шацкой. Я читал всю ночь. Они хохотали. Когда ты пишешь, это реагирует чудесно. Но это уже было оценено Юрием Висбором. Дальше был поиск композиторов, а потом дом актёра. Я позвонил моим старшим друзьям, обожаемым, Юрскому, Джаверханяну, Табакову. Хотите послушать? А если вам понравится сыграть? Я до сих пор не понимаю, как я так смело обратился, а уж у них было столько фильмов, столько работ. Я это прочитал, им понравилось. А потом появились два, благодаря Висбору, два его друга, дальнейшие мои друзья, Виктор Берковский и Сергей Никитин. И они работали, работали, хотели за два месяца сделать, сделали за год музыку. И дальше вот все, кого я назвал, плюс Филатов, и Леша Граба, и Зоя Пыльнова, такая команда. Все было хорошо. Есть еще вопросы? Да, вопросов очень много. Если можно, дорогие читатели, очень короткий вопрос, короткий ответ, потому что вопросов много, чтобы мы всех успели. Откуда вы знаете, что их много? Они поднимают руки, я же считаю. Уже они очень рвешь. Ну, во-первых, все знаменитые актеры пользуются званиями, кладятся. Раз, по-моему, никакого звания нету, и что-то не говорят, вы отказываетесь. А чего же вы пришли? А звания? Не, ну, просто мне интересно, почему такая ситуация у вас сложилась. Они не нужны сейчас совершенно. Они не нужны. Спасибо. И если можно, стихи прочитайте, какие-то ваши любимые. Ваши любимые. Спасибо. А какие ваши любимые? Ну, вы прочитайте свои. Мои все любимые. Однажды нес пастух куда-то молоко, но так ужасно далеко, что уж назад не возвращался. Читатель он тебе не попадался. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это любимый поэт Козьма Петрович Прутков. Когда в толпе увидишь человека, который наг, вариант на коем враг, чей взор страшнее туманного казбека не ровен шаг, кого в лосы подъяты в беспорядке, кто выпия всегда кричит в нервическом упадке, знай это я. Козьма Прутков. Спасибо. Вене Борис, мы находимся здесь. И следующий вопрос вот отсюда. Да, здравствуйте. Я вот здесь на днях на ютубе слушал интервью с Игорем Кахановским, поэт-песенек или там композитор. Он сказал, что дружил с Высоцким и вот вас упоминал. Он сказал, что Высоцкий сейчас был бы за Навального и был бы против власти. А вот мне интересно, Вы за Навального и против власти. И вот вопрос, ну, эти мастеры мастера искусства. Я думаю, чего же я пришел сюда? Да, теперь я понял. Литературные темы, я думаю, скорее всего, пришли обсуждать. А почему Вы не задели тему 19-го числа и наше голосование? Может быть, сегодня мы все сделаем коллективный? Чего не будет. Уважаемые гости, я прошу задавать вопросы по книге, потому что книга – это самое главное, для чего мы сегодня собрались. Кахановский – автор замечательных песен. Одна из них обманула многих слушателей. Думали, что это Володя Придумов-Высоцкий. Винерий Борисович, здравствуйте. Клены выцветили город колдовским каким-то цветом эта осень, значит, скоро папе лето. А вот оно и наступило. Слушаю. Здравствуйте, я здесь. Я как раз хотел задать в контексте вашего ответа насчет импульса дружбы. У Владимира Высоцкого в разное поколение, в разное время были разные друзья. Вот Игоря Кахановского упомянули в театре на Таганке, конечно, вы лучшие были друзья вместе с Валерием Золотухиным. Впоследствии там и Давид Туманов, и Всела Табдулов. Скажите, пожалуйста, какими-то человек должен обладать качествами был, чтобы стать другом Высоцкого? Близко ли он сходился с людьми и как он допускал к себе, может быть, как он делился своими новыми написанными песнями? Что нужно было для этого сделать, чтобы стать другом Высоцкого? Я не помню, чтобы был объявлен конкурс на защиту права быть другом. Кроме того, меня смущает слово «друг», когда речь идет о необъяснимом совершенно человеке, каковыми вообще являются все великие поэты, необъяснимый. необъяснимо все, включая и то, кого он назначал на роль друга. На Таганке, и это есть, конечно, в книжке моей, первые годы, просто, самые первые годы золотого века Таганки и Валера Золотухина, и я, и Высоцкий, мы играли главные роли. То есть, Любимов нас приблизил. Кроме того, Любимову были важны соавторы. Другого такого театра нет. Чтобы актеры были и музыканты, и композиторы, и поэты, и драматурги, и так далее. И вот то, что мы трое Золотухин, который не только потрясающе пел, кроме того, что замечательный актер, но он прекрасный автор, прозаик. Вот. И мои литературные вещи, и то, что я был соавтором Любимова, это было для Высоцкого важно. И, наверное, вот это, не защищая никаких экзаменов, не сдавая на дружбу, было время, когда мы все были вместе. Потом было время, когда мы отдалялись друг от друга. Это жизнь. Опять покажу на книжку, что там есть это, и грусть есть, и печаль, и веселая радость. Все там есть. Спасибо за ваш вопрос. Мне он нравится, но я на него ответить не могу. У него есть ответ на парня в горы, тяни, и сними. Парня в горы, тяни, да. В горах с Исоцким я не был, но я был на Измаиле. Он меня затащил, на фильм служили два товарища. И он убедил меня в том, что кино тоже человек. Спасибо. Большой следующий вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Судя по тому, что вы пишете, о чем рассказываете, говорит о том, что вы верите в Бога. Это так? Давайте про то, что я пишу, предложайте. Вы прошли через очень много и разных времен, которые не совсем к этому близки, даже больше далеки от этого. Как вы пришли к вере, к Богу, к осознанию? Спасибо. Значит, здесь становится необходимым поделиться с умными людьми, каковы большинство передо мной, простейшей темой. Нас приучили к абсолютно уродливому, и недостойному виду выступлений перед публикой. Я имею ввиду телевизионные интервью. С каких пор? Никогда в жизни в боголюбивой России, но даже это не касается Господа, а просто в достойном обществе не может человек спросить у человека, а на него смотрят миллионы людей. Скажите, а с кем вы жили до своих сорока лет? А правда, что ваша жена одновременно жила еще с батюшкой? Ну, не знаю, с кем-нибудь. Ну, или просто у вас в театре были, какие вот были душесчипательные периоды там и все. Я даже не могу назвать той гадости, которую мы с вами можем слышать каждый день в устах Малахова, Корчевникова, какие еще фамилии? Дмитрий? Боисов. Да. В общем, все знают эти имена. Не только хорошие, но и дурные, дурновкусие. И вопросы вероисповедания, вопросы любви, вопросы близких в жизни, они годятся для исповеди. Согласитесь? Поэтому я я бы поделился и я делюсь. И, в общем, это опять я говорю про эту книгу. Я лишнего не буду говорить. Понимаете? А там то, что вы угадали во мне, спасибо. Вот и все. Следующий вопрос, пожалуйста. Вот здесь, справа, за колонной. Евгений Дорисович, когда вы писали эту книгу, вам часто хотелось поспорить со своими воспоминаниями? Поприже, пожалуйста, микрофон. Когда вы писали эту книгу, вам часто хотелось поспорить со своими дневниковыми записями? Шпорить? Ну, почувствовать, что ваше отношение к этим событиям сейчас за другое. Спасибо. Когда я работал над этой книгой, в том числе над тем, что уже было написано, а это надо было включить или не включить, когда мы это делали вдвоем с Галиной Геннадьевне, конечно, надо было отбирать. Отбирать и иногда попадать в спорное положение, когда мне не хотелось, чтобы это входило в книгу. А Галина Геннадьевна говорила, надо, потому что, а когда ты еще это сможешь объяснить, рассказать? там очень много есть такого рода цитат из записок, дневников, интервью моего авторства, так сказать, когда у меня были сомнения, стоит ли это внимание большого круга читателей. В ответ только одно. Те, кто захочет читать, те, кто будет читать, это уже люди приговоренные. Они, если они умеют читать, конечно, я надеюсь, только такие и читают, и тогда все вопросы отпадают. Намек понятия. Вопросы отпадают, потому что я так, вот это моя жизнь, все. И все подробности, которые я осмелился все-таки включить в книгу для всех, все эти подробности на моей совести. Есть вопросы? Есть вопросы, конечно. Венеяна Дмитрия Александрович, вы своим словом книжица создали на этой встрече чуть ли не домашнюю атмосферу. Спасибо вам большое за это. Спасибо. А вопрос такой, вот почему в 80, почему не в 70, почему не в 60? Отлично. Поймите, поймите, мое, а страшно, если бы она не... Ее сейчас не было бы. Дай Бог в этих лет. спасибо, дорогой. Значит, смотрите, в этой книжке есть рассказ о том, как я встречал свои 70. И в этой книжке есть рядом с этим два имени очень дорогих. Это 75-летие Олега Табакова и 60-летие Славы Полунина. Вот если это соединить, это я сейчас подумал и не читать больше ничего, прочитать вот эти юбилеи мои 70, 75 и 60, а там большой рассказ. Я горжусь тем, что я так сразу после этого путешествия по приглашению Осисяя, гениального, великого, любимого Осисяя, я попал в эту... Мы вместе с Глаши попали вот в эту чудесную заповедную зону добра, добра и счастья, когда героем является человек, у которого нет врагов. Когда у Славы Полунина один чудесный художник спросил, а как ты разговариваешь с врагами? Он говорит, а кто это такие? Ну как, те, которые тебя не любят. Ведь есть же такие? Он говорит, я не знаю. Я общаюсь только с теми, с кем мне хорошо. Такой простой рецепт. Помните, я тут цитирую, но я цитировал это много раз в каких-то разговорах. Собирай рядом только тех, кого хочешь обнять. И все. Все. Знаете? Нет, нет. Спасибо. Уважаемый Вениамин Борисович, какой совет вы дадите начинающим авторам книг? Совет автора начинающим знает, что очень красивое. так интересно. Совет? А я его все время сейчас давал. Не дня без строчки. Да. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Я вижу ваши вопросы. У нас еще есть время. Буквально два вопроса мы успеем задать. Я вот иду на Камчатку. Пожалуйста. Добрый вечер. Я встану, чтобы меня было видно. Мой вопрос связан с предыдущим. Мне хотелось бы узнать, откуда берется вот эта смелость, чтобы вопреки какой-то профессии, в которой вы уже стали известны, теперь говорить всем «я литератор», как не бояться такого осуждения, потому что для меня это какой-то небольшой спор с судьбой, как на него решиться. Вы говорите о писательском, о писательской работе или о выступательской работе? О писательской. Как признать для всех, что вот вас знают как актер, а теперь сказать «я писатель», и я это чувствую, я так себя знаю? Если я сажусь писать, то я не вижу никого, только я вижу бумагу и ручку, и все, максимум, моя родная жена рядом. Это нет, мне не надо осмеливаться. Каждый из нас, я уверен, что все в этом зале вспомнят момент детства, когда писали стихи. Поздравляю и желаю много лет родная маме родная жить, а еще я обещаю на отлично жизнь прожить. Вот это же нормально, что мы все писатели с детства, особенно в России. Так что мне не надо было осмеливаться. Вот когда напечатали мою первую действительно работу в журнале «Юность», а тираж журнала был около трех миллионов, я понимал, что это большое испытание для меня я прошел. И это честь для меня была. Но для этого есть не миллионы читателей, а два. Редактор, корректор или там редколлегия, если они считают, что то, что вы написали, ну и так далее. Если можно, я просто добавлю замечательной девушке, просто, наверное, в силу возраста вы не в курсе, что вообще театр на Таганке поощрял авторство. И писал Филатов, писал и пишет Алла Демидова, писал Высоцкий, писал Золотухин. В этом театре поощряли авторство. В 24 года Любимов поставил первую пьесу Вин Борисовича, потом еще, потом вышел текст. То есть книга, которая находится перед вами, это восьмая книга, поэтому эта смелость, она была приблизительно 60 лет назад впервые проявлена, и за это время она уже перешла из состояния хорошего вина в коньяк, я так думаю. Спасибо. Еще один невероятно вопрос следующий. Ямин Борисович, не буду этого сказать, я вас очень обожаю, особенно по фильму Три мушкетера, а тот это прям моя любовь. И у меня вопрос такой, как можно прекрасно так выглядеть на свободе? Ну тут как? Спасибо. Никак. Просто ничего, не мешать, не мешать себе жить. И все, а жить очень интересно. Как раз сниматься в этом кино мне было не очень интересно, потому что я в кино как тогда, так и сейчас, я считаю, что я проездом там, потому что я театральный актер. И уж, кстати, если вы уж так говорите высоким текстом спасибо об этом фильме, то уникальность героев этого фильма, в отличие от всех остальных фильмов, наверное, в том, что все четыре человека были театральные. Мы были актеры театров, и Боярские, и Старыгин, и Смирницкий, и я. Нас сближала именно профессия человека, который выходит на сцену. и играет что-то. И поэтому кино было как хобби. Поэтому, наверное, получился хороший фильм, чтобы не было никакого напряжения. Было самоубийственное, конечно, там, скакание на лошади или драки, но это в порядке сюжета. ничего особенного не было, кроме того, что это были театральные актеры. А во главе нас какие были? Алиса Бруновна Фрэнгли, Олег Павлович Табаков, два великих театральных актера, и заодно кино. Ну, я понятно говорю? Спасибо. Пожалуйста, еще два вопроса, и мы... Добрый вечер. Очень... Вопрос на очень необычную тему, потому что я вспомнил, что впервые ваш голос и в целом вас я узнал на записи рок-оперы Короля и Шута тот. Вы озвучивали автора. Вот. И как небольшой анонс читателю, вы описываете работу с Михаилом Брошеневым и группой Короля и Шут? Или это было что-то... А там нечего описывать. Была работа и все. У меня таких работ много довольно. Я вообще люблю микрофон. Вот это мое. Вот это мое хобби. И озвучание фильмов в моей жизни было более значительным делом, чем исполнять роли на экране. Перевес в сторону микрофона. аудиокниги, которые вышли за эти годы по издательскому доме Союза Владимира Воробьева, продюсера этого одного из первых, может быть, первая студия. Сейчас пиратство, воровство. Ну, понятно, это ужасно. А это было... Были изделия первой стоимости. Серьезной, первой. очень суровая там редактура и студия записи, где мне всегда очень хорошо. Я записал очень много у микрофона. И когда мне предложил директор этой команды до знакомства с Мишей прекрасным, увы, покойным, предложил текст, который мне сразу очень понравился, тем более, что один из авторов был родственником Михаила Вольпина, великого человека нашего, нашего Серебряного века, мне было приятно этот текст читать. А потом уже, когда я вышел, когда меня пригласили на какую-то... как это называется, не знаю... Ну, сидело там, не знаю, полтора миллиона молодых людей от 12 до 15 лет и все орали. А на сцене были горшеневцы, была команда, и они изображали вот это все. А я в микрофон, в очереди теперь уже не на записи что-то читал. Мне было очень весело. Я не понимаю ценности этого, на самом деле, как я не понимаю ценности рэпа, вообще вот ухода от чего-то, что уже набрало такую силу воспитательную, просветительскую в жизни. Уход в сторону от поэзии, там, еще что-то. Это все временное, конечно, но оно искреннее, и дай Бог ему жить, и все, и рэп с ним. Спасибо вам большое. Спасибо, привет, пожалуйста, это два девушки. Добрый день, у меня такой вопрос. А как появилась потребность вести дневник? Вот ваша жена сказала, что вы с 20 лет ведете дневники, а вот что побудило? Запечатлеть момент хотелось, или просто творчество, вот что-то надо вот... сейчас приду домой и запишу нашу с вами встречу. Это честь, спасибо. Ну вот просто вот почему? Не знаю. И вы же не помните, как это, например, первое там вот сядули и запишу. Дорогие друзья, поднимите руки, кто когда-либо записывал свою жизнь? Понимаете, все! Оказалось, это собрание, уникальное собрание писателей Российской Федерации под крышей дома книги. У нас поднима. Сейчас все пишут истории, с этой точно стоят. Поэтому не только писатели, но еще и режиссеры собственной жизни. У нас еще один вопрос, пожалуйста. Винеми Грязович, добрый вечер. Хотел спросить, а как вам играть в кино и какие игровные роды у вас есть? Еще вопрос. С день рождения вас поздравляю, счастья и радости желаю, ура! Это хороший вопрос. Вот доползу до августа и отмечу еще один день рождения и вам того же желаю с вашими днями поступать. И все. Что касается кино, то это вот в конце книжки отмечены все странности, которые оказываются непредусмотренными жизнью. Я уже и от театра уходил, и для меня выступления, программы мои концертные дороже всего. Это мой театр. И вдруг получилось, что я был нужен и с радостью работал с молодыми людьми. кстати, это тоже ответ на вопрос, почему я не старею, почему я молодею всех ребят из нашего двора, потому что утром рано, когда же заниматься мне гимнастикой не лень, потому что водою из-под крана обливаюсь я каждый день. Это вообще песня, сама не знает себя, это песня утверждения счастья коммунальных квартир, что обливаться каждый день водой это моя жизнь с детства до 25 лет, потому что напротив нашей 118 квартиры общий туалет и там три крана, и каждый день мы обливались холодной водой, хорошо себя чувствовали, все как будто нормально, в этом ненормальном мире. все, я не буду никуда в сторону уходить, а скажу спасибо, и если настал уже момент, финальный вопрос, пожалуйста, спасибо вам большое, простите, волнусь, Вениамин Борисович, здравствуйте, хочу поблагодарить за эту встречу, кто-то так удачно подобрал слово домашняя атмосфера, я уверена, мы все запомним надолго, это все околый вечер, мой вопрос, скажите, есть ли текст, работать с которым вам было особенно тяжело из-за всеобъемлющей любви к автору или может быть к сюжету, то есть мешало ли вам когда-нибудь благоговение проникнуть в пьесу или сценарий и стать ее частью? Благоговение? Некоторое такое чувство очень сильное. Не мешало ли мне благоговение перед текстом? Да. Это подсказка, это был мастер и Маргарита, вы, наверное, прочитали уже. Да, верно. Ну, все. Никто этого не читал. Спасибо вам за вопрос. Благоговение, конечно, когда я репетировал роль Воланда у Юрия Любимова в театре на Таганке, оно мешало играть. Но это я очень люблю это место в этой книге, когда я вспомнил, как это шло день за днем, чтобы это сыгралось. Я не договорил в прошлый раз. Вот не хотел, а сыграл. И появились у меня радости театральные. Гоголь-центр, где я с блестящими артистами, учениками Кирилла Серебренникова играл у Максима Деденко. Пастернака. Спектакль назывался «Сестра моя жизнь». А потом в Театре нации у Виктора Рыжакова, необыкновенного, интеллигентного, чудесного режиссера, сыграл иранскую конференцию. А потом Галина Геннадьевна сообщила, что в Италии живет очень хорошая женщина. Она вышла замуж за очень хорошего итальянца, мужа. Который влюбился в Маяковского. И она позвонила и сказала, что будет презентация книги его. Книга называется «Клоп». Вот такущая книжка гениальных этих самых иллюстраций. Что они хотят сделать презентацию в первом материне, а во втором чтобы я читал Маяковского. А меня хлебом не кормить, дай почитать Маяковского. Это знало задающие вопросы. Но умная Аксенова, моя жена, сказала, надо, чтобы был спектакль. И мы соединились втроем. Маша Матвеева чудесная, Тима Высоцкий и я. И я придумал пьесу. И мы эту пьесу играем в Москве, где-то в Нижнем Новгороде, в Воронеже, в Перми, везде-везде. А да поехали дальше. И города Израиля, Америки, Германии. И все мы втроем играем Маяковского. И до сих пор. Вот это исключение из правил, которое оказалось вот темой каких-то последней главы этой книжки. Тоже касается кино, в котором я сейчас хотел, не хотел, а снялся. Ну, в плохих старался не попадать, а в хороших снялся больше, чем за всю жизнь в 20 веке. Что хорошего в этом новом кино, я скажу, его никто не видит. Поэтому сниматься приятно и до свидания. Дорогие друзья, сегодня с вами будет советский российский актер театр и кино, режиссер, литератор и сценарист Вениамин Смеха. Ваши бурные аплодисменты!